Ну что, настало время разобраться с командами в командной строке. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Все, что мы делали до сих пор, мы делали на локальной машине. Хотя если говорить про докер, принцип, все команды, вообще все, что вы делаете в десктопной версии, ничем не отличается от работы на полноценном сервере с выходом в интернет и возможностью привязать свой домен. И неважно, какой это сервер, виртуальный персональный VPS, полноценный физический в стойке или просто виртуальный хостинг на самом дешевом тарифе. Во всех случаях вы можете работать с ним с помощью командной строки. Причем ряд хостеров, а может даже все, не знаю точно, дают такую возможность даже без установки какого-то дополнительного программного обеспечения. Вот, например, в административной панели Beget, это один из хостинг-провайдеров, есть такая неприметная закладка «Терминал». Одно из названий командной строки, по-моему, в Mac так называется и в Linux. Так вот, если открыть терминал, мы имеем полноценную командную строку, как в Windows. Оксюмарон, конечно, командная строка Windows. И если набрать, например, команду ls, что равнозначно команде dir в Windows, то мы получим содержимое папки, в которой находимся. О месте, где мы находимся, чуть позже. А пока запомните одну из основных команд ls, показать содержимое папки. То, что было dir в Windows. Но про дерзоботик, командной строкой Windows вы больше пользоваться не будете, я почти уверен. И следующая команда, которой вы будете часто пользоваться, команда cd. С помощью команды cd вы открываете какую-то папку, ну то есть переходите в нее. Разные оболочки по-разному интерпретируют команды мыши. В пути, куда мы сейчас перейдем, правая кнопка мыши вставляет выделенный текст. А здесь, видите, надо делать ctrl-v. Все. Мы зашли в папку заказ икона ru и давайте разберемся с этим вот непонятным префиксом. Напомню, Windows префикс был такой и обозначал он просто место, где вы находитесь. Диск c, самый нижний уровень. Дальше некуда, можно только вбок. Папка users, папка dober. Здесь на самом деле то же самое, просто немного по-другому. В принципе, вам также показывают, где вы находитесь, но еще и рассказывают, кто вы. То, что до собаки, это ваш логин, имя пользователя. А в случае с виртуальным хостингом, это имя вашей папки на сервере. То, что после собаки, это имя самого сервера. То есть наш адрес, место, где мы сейчас находимся, сервер bbop. Папка j92.612.t1. Знак тильда, волнистая линия, двоеточие и значок доллара просто есть. Они просто присутствуют всегда. Тильда может заменяться на слэш, об этом мы будем говорить позже. А все это вместе до значка доллара, точнее включая его, называется приглашением командной строки. Стереть, удалить это вы не можете. Полезная часть – указание папки, в которой находитесь. Ну и переходим к пути. Терминал у хостера это, конечно, хорошо, но он не всегда есть. У вас может быть VPS, вообще без административной панели и так далее. В любом случае лучше установить пути. Остановить пути. Пути – это клиент для различных протоколов удаленного доступа. В принципе, вас интересует доступ по SSH, защищенному протоколу. По SSH я делал скринкаст, ссылка в описании. Там же я рассказывал про пути подробно. Поэтому сейчас не буду останавливаться. Единственное, в вашем аккаунте у хостера должна быть подключена возможность доступа по SSH. По-моему, по умолчанию она не включена. Как-то просто делается. Надо просто поискать по административной панели. Ну и, собственно, находим пути, качаем пути, устанавливаем и запускаем. Тут указываете хост, на котором хотите авторизоваться. Имя сервера, не знаю, IP-адрес. В общем, место, где лежит ваш сервер. Доступ по SSH. Можно это сохранить на будущее. Как-то называете для себя и сейв. А вот, появилось тут. В принципе, там информация только об адресе хоста. Не авторизовываетесь. Это первое отличие от всего, что мы делали раньше. Авторизация. И это вам выдает хостер или системный администратор, который стартует сервер. Ну, то есть, логин пароля в TP. Так, наверное, проще сказать. У меня логин это вот это. Не опомню. И пароль. Кстати, в пути не надо делать Ctrl-V. Правая кнопка мыши вставляет то, что в буфере обмена. Но то, что вы печатаете или вставляете пароль, никак не отображается. Имейте в виду. Даже звездочек не ставят. Вот, сейчас я вставил пароль, и как будто ничего не происходит. Ну, вот я нажимаю Enter и попадаю на свой сервер по защищенному протоколу SSH. То есть, теперь я могу использовать для управления сервером командную строку. И в следующем уроке мы по этому серверу с помощью командной строки и погуляем. Посмотрим, что здесь есть. Что-нибудь создадим. Что-нибудь удалим. В общем, оставаемся.